Уже, так сказать, цифрами 2, 8, 4, 6, как крестом. Вперед 2, 6, назад, 4, влево, 6, вправо, точнее, 8 назад, извиняюсь. 8 назад, вот мы возвращаемся назад. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Андрей. И сегодня мы продолжаем курс видеороликов, посвященный гибриду взаимодействия Ардуино-проектов со средой Майнкрафт. На прошлом уроке, или видеоролике, мы рассматривали такой момент, как визуализировать данные с помощью датчика ультразвукового датчика расстояния и Майнкрафта. С помощью кубиков. Передача данных через компорт и результирующая обработка их на Пайтоне, соответственно, и обработка на Майнкрафт, соответственно. Сегодня мы рассмотрим такой момент. Сегодня мы рассмотрим такой момент, как использование матричной клавиатуры 4х4 Ардуино, которая идет с комплектом стартовым Ардуино, или используется с Ардуино проектами, для использования как клавиатурный джойстик, клавиатуру вспомогательную для управления нашим персонажем. То есть, она вот сейчас представлена здесь. Вы видите, простая такая матричная клавиатура. У нее есть 8 выходов, 4 помеченные как столбцы, белые тут как строки. Следовательно, дальше контакты Ардуино платы подключаются непосредственно в порядке от 4-го пина до 11-го пина. В таком элементе, что сначала идут столбцы, потом идут строки. Ну, если начиная с 11-го пина рассматривать. Далее под них уже пишется программа, используя библиотеку Кеймпад, стандартная для Ардуино. Более подробно про эту клавиатурю и какие можно проекты сделать с этой клавиатурой, будет на дальнейшем в книге по основам робототехники моего авторства, который выпустит, соответственно, не так долго ждать осталось относительно наше издательство Phoenix. Так, ну что же, мы подключили устройство Ардуино к плату нехитрым способом. Теперь нам нужно написать код, написать данный код. Сейчас перед вами представлен код для Ардуино. То есть тут используются байтовые переменные под названием Rows & Codes. Используется символьный элемент, который будет считывать символы, и для него устроен на такой матрице массив этих всех символов, которые полностью отвечают символам на клавиатуре. То есть, чтобы можно было проводить аналогию, так сказать, какой элемент кнопки вы нажали. Тем самым вы можете даже отследить, правильно ли вы подключили контакты, и при нажатии данной кнопки отображается именно данный контакт, то есть подключение. Если у вас какие-то ошибки возникли, вы как раз можете с помощью этой программы отредактировать этот момент и сделать так, чтобы контакты, то есть менять контакты, так чтобы получить, наконец-то, искромый результат. Дальше тут, соответственно, байтовые переменные, которые отвечают за строки по пинам, которые я говорил вам, и используется из библиотеки Keypad, некая переменная кустам Keypad, которая будет хранить некоторые параметры для своей клавиатуры. Все. Этот элемент это из прошлого проекта, поэтому можете об этом не смотреть. Дальше, как и в стандартной Arduino проектах, мы просто подключаем сериал-порт. Это для светодиодов, сейчас нам это не нужно. Это у меня осталось с прошлого проекта. И в бесконечном цикле обработки мы что делаем? Мы получаем данные с клавиатуры и выводим их на COM-порт. В данном случае я сейчас включу COM-порт. Так. Сейчас я его попробую отобразить. Так. Вот COM-порт. Давайте так отобразим COM-порт. Вот. А здесь отобразим Arduino. Вот так. О. Отлично. При нажатии на клавишу мы видим, что идет процесс отображения наших значений. Тем самым мы тестируем, правильно ли мы подключили. Вот таким вот нехитрым способом. Достаточно легко. Далее нам необходимо перейти в программу по Python. То есть для Майнкрафта. И использовать те же некоторые параметры, которые мы использовали. Модули, которые мы использовали на прошлом проекте. В прошлом проекте для считывания с COM-порта данных. То есть вот сейчас представлен нам проект наш. Я его назвал POS Player. И соответственно используют те же самые элементы, модуль для подключения к Майнкрафту. Используется Import Serial, Import Re. Используется опять переменная для настройки, больше оптимизации по координатам. Получение координат игрока, персонажа и работы с функционалом креативного мира. Дополнительно используется такая вот переменная, которая как бы сбрасывает координаты, если нам нужно для возвращения в какое-то исходное положение. Я так сделал. Уже есть знакомая формула, переменная, которая принимает значение с COM-порта. В строковом значении. Ну, в данном случае здесь S нам не нужно. Нам нужно будет T и M. Ну, я ее назвал M. Вместо S немножко перепутал, тут нам пока экспериментировал. Ну, не судя, важно. В основном нужно здесь в данном случае по коду T и M. Далее нам необходимо использовать бесконечный цикл. Бесконечный цикл, в котором мы также считываем вот этот RedLine. Переводим в строковое значение. А дальше нам нужно обработать по командам. То есть для того, чтобы получить несколько режимов управления персонажем. Я так назову. То есть первый вариант используется только для вычленения цифр из-за полученных данных. Второй вычленение буквы A. Третий B. Ну, соответственно, именно через символ. Символ 2 это B. Символ 3 это вычленение C. То есть получили мы C, не получили мы C. И вычленение D. Получили мы D или не получили мы D. Вот таким вот образом. Далее здесь идет вывод принта T. Ну, чтобы T мы наблюдали, какой процесс. T нужен как элемент, идентификатор, на какой режим мы будем переключаться. Далее, если мы кликнем по клавише A, например, выберется A, то тогда T должен измениться на единицу. Если B, то T изменится на 2. Ну, а если C, то есть это более обнуляем все. То есть T возвращаем в нулевое положение. И M, так называемый массив, который будет хранить нам числа, которые мы будем вводить, он тоже обнуляется. Чуть попозже о нем я расскажу. Что это за массив. Так. Если T равен 0, то тогда, если мы ввели массив данных не нулевой, и первый член его входит в массив от 1 до 9, 0 мы здесь не берем, то тогда мы данные значения переводим в числовое и добавляем к значению X. То есть при любом нажатии на эту клавишу к значению X по координате оси будет проявляться значение N1. Если 1, значит к X проявляем 1. На 1 кубик сдвинемся, блок. Если 4, значит на 4 блока. Если 5, то 5. Если 8, то 8. И так он будет перемещаться. Если мы кликнем по клавише B, то переключимся на режим T1 равный. Режим 2, так называемый, T1. В результате у нас будут доступны только 4 клавиатуры для управления вперед-назад, влево-вправо. Что здесь и представлено в данном условии. В данном условии. Если нам необходимо сделать так, чтобы мы ввели какое-то определенное значение, и после этого только он куда-то переместится, то вот, например, есть режим 2, для примера, который при нажатии B срабатывает. Это при нажатии A, вот эта единица при нажатии A, а это при нажатии B срабатывает. И тогда, если мы вводим числа от 0 до 9, то они, соответственно, как список присваиваются к вот этому списку, густому M. Если мы после этого нажмем D, то все эти числа, то сначала T, параметр T, я так и сделал так, что параметр T становится 3. А тогда, если параметр T, T параметр становится 3, то тогда мы приводим весь список из этих чисел в число, некое число. В результате мы это число добавляем к Y и отправляем нашему персонажу по тем координатам, где он сейчас находился, и плюс Y. В результате, после этого мы обновляем T и возвращаем Y в значение, чтобы он, соответственно, не возвращался, не всегда находился вверху, так сказать, при нажатии других кнопочек. Вот примерно, в чем заключается смысл нашего кода. Итак, сейчас мы протестируем наш код. Я непосредственно запущу программу и отображу вариант обработки событий, чтобы вам было видно варианты. Вот идет обработка. Вот идет обработка сигнала. Теперь Отображая нашу клавету, чтобы вы еще видели клавету вот здесь, слева от вас, точнее вот тут, да, вот тут, слева от вас, мы сейчас будем наблюдать процесс перемещения, так сказать. Итак, для этого я просто кликаю по значению, по цифре 1 и начинаю перемещаться вперед. По цифре 2 перемещаюсь вперед на 2 блока, на 3, на 3 блока, на 4, на 4 блока, на 5, на 6, на 8, на 9. Вот такие вот интересные значения. Если я сейчас переключусь на A, режим A, кликну, кликну, то мы видим, что T стал единичкой, то есть он показывает, что единичка режим, и тогда я могу управлять своим персонажем уже цифрами 2, 8, 4, 6. Как крестом. Вперед 2, 6, назад, 4, влево, 6, вправо, точнее 8 назад, извиняюсь. 8 назад, вот мы возвращаемся назад. Кликаем, кликаем, кликаем и идем назад. Как видите, мы используем какое-то периферийное устройство для того, чтобы обработать события перемещения с персонажем и взаимодействия. Это вот прям напрямую обработка через обработку сигнала в таким вот способом. Таким вот способом. Если я кликаю на B клавишу, то тогда T преобразуется в значение 2, и тогда я могу ввести значение. Ну, например, я введу значение 25. Значит, мой персонаж должен подлететь вверх на 25 блоков при нажатии D. При нажатии D он подлетает на 25 блоков. И T обнуляется, и M обнуляется. Поэтому мне придется еще раз нажать B, выбрать, например, 50, нажать D. В результате мы видим, что он улетел очень далеко. Ух ты, у меня... А! Он мне уж прям так подлетел. А, C. C, я забыл. C обнулить. И он у меня подлетел, да. И он у меня подлетел таким вот образом, что я C не обнулил. Так, сейчас посмотрим. Он падает. Падает, падает, падает. Вот он упал. Отлично. Отлично, он упал. Сейчас мы еще раз посмотрим вариант. Смотрите, я нажимаю B. И ввожу числа. Видите, он добавляется. Мне нужно обнулить. Поэтому я ввожу C. И тогда все обнулилось. Теперь я опять ввожу какое-нибудь значение, например, B сначала. Значение, на какое я хочу высоту подняться, на 50, например. И кликаю D. И вот он у меня переместился. Чтобы было еще вам видно. Вот, дождь начался. Ну, ничего страшного, я думаю. Итак, C обнуляем. Потом B. Потом 50. D. Хоп. Переключились. И мы где-то там наверху оказались. Вот таким вот нехитрым способом можно взаимодействовать с нашим персонажем с использованием Arduino-платы, клавиатурой батричной. И непосредственно знание языков программирования Python, C++ для Arduino. И взаимодействие между периферийными устройствами. Надеюсь, было интересно. Задавайте вопросы. Если какие-то проекты вам еще интересно озвучить. В дальнейшем мы... Могу предложить вам вариант. Посмотрите в сторону, как делать симуляцию клавиш клавиатуры. При нажатии этой клавиатуры, чтобы он двигался не только просто при нажатии клавиатуры, смещался на один из значений, а плавно передвигался. Но это можете подумать, прилагать свои идеи, как вы будете это реализовывать. Примеры, подсказки у меня есть на видеоролике предыдущих. Смотрите. Здесь симуляция клавиш, например. Так, и следующий этап, который мы рассмотрим с Arduino, например, как использовать гироскоп или акселерометр. Для того, чтобы управлять нашим так же персонажем. Надеюсь, было интересно. Не забывайте подписываться. Пока-пока.